Девушки отдыхают Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить, с тобой не тревожит других Позволю рассказать тебе о Сенуа Ее история уже подошла к концу, но сейчас Начинается снова Что происходит? Она дышит, голова дышит? Она дышит? Почему? Она дышит, не знает Знает, что она приближается Они следят Она уже близко Они следят Голова Это путешествие в глубины тьмы После этой истории других не будет Что она делает? Почему она это делает? Куда она плывется? Почему она вернет назад? Она делает это ради него Она хочет спасти его Он ведь мертвый уже близко Тихо Ой, извините Я забыла рассказать тебе о других Ты ведь тоже слышишь их? Они всегда здесь, со дня трагедий Ну, да, это не совсем верно Некоторые из них тут давно Некоторые недавно Но все они изменились Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее Ты видишь их? Вон там Почему она не смотрит? Почему ты не смотрит? Вон там Смотри Там, впереди Ты тоже видишь? Ты обещала Да Все-таки она существует Наконец-то она добралась в страну мрака и тумана Северяне называют ее страной Ель Вернись Вернись Там опасно Вернись, вернись, вернись Там опасно Это они Они здесь Ты их видишь? Они тебя видят Оглянись вокруг И ты их увидишь Утопших Больных Убитых Здесь они лежат К нее на полях И в реках страны Ель Но мертвые здесь не всегда лежат спокойно Ты их видишь? В этих местах покоя не обрести Возвращайся Возвращайся Они сделают это с тобой Ты их видишь? Они сделают это с тобой Они следят Стой Ты чувствуешь, что они следят? Они следят за ней? Вернись Они следят за ней Ты почти уже у тьмы Ты чувствуешь? О чем она думает? Я расскажу тебе Ей страшно О тебе не было бы страшно Пора бы уже привыкнуть к этому за столько лет Но тьма Тьма разрастается Становится сильнее Сгущается над ней Нужно притворяться, что ее нет Отворачиваться Но она не исчезнет, а притаится Там, где ты уязвимее всего Она будто знает, сколько нужно света Чтобы видеть лишь ее удушающую мощь Ты думаешь, что она очень храбрая Раз отправилась в такое путешествие Одна Но ею движет не храбрость Храбрость для тех, кто боится смерти Страх сена Гораздо Гораздо глубже Ужас Отвечая Сожжу 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 что она ищет что оставила позади я знаю чем она думает слышу ее мысли еще не поздно сесть в лодку и вернуться никто не осудит ее никто об этом не узнает она услышала нас пути назад нет все она отталкивает прочь мир в котором все стремилось причинить только боль возвращаться незачем и ждать там можно лишь худшего пойдешь с нами может тебе тоже есть место в этой истории раскрой глаза присмотреться сену а она не может сосредоточиться почему почему она не присмотреться не забывай мои истории силу ибо тьма твоя идет из хель и там решится твоя судьба говорят что дым от горящих тел приведет тебя прямо к вратам хелли этого пути не минуту ни боги ни людей тьма приближается она желает жизни она изголодалась по ней как стая волков на охоте на сено не остановится не в этот раз ты видишь страна мрак и туман старый дурак был прав как он говорил река ножей за которой лежит страна место которое зовут и и а а а Я слышу. Син, ну, там, ты же знаешь. Что ж, сомнений нет. Источник тьмы где-то в Хельхеме. И богиня Хела держит его душу там. Я близко. Ее милого возлюбленного, Делиона. Что она делает? Почему она это делает? Почему не повернет назад? Она делает это ради него. Она хочет спасти его. Он уже мертв. Монстр Хельхем. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что в мосту есть тайный тропат. Проверим, так ли это. Северяне говорят, что есть девять миров. Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги Асгард. Боги земли, урожая, ветра и море обитают в Ванахейме. Добрые эльфы живут в Альфхеме. А злые духи в Свард Альфхеме. Горные великаны живут в Йотунхеме. Огненные великаны обитают в Муспельхеме. Нифльхем — мир льда и тьмы. Хельхем же, пристанище мертвых. Туда ты и должна отправиться. Обернись здесь. Просто упади. Почему бы я не спешил? А что там внизу? Ты куда упала? Зачем она это сделала? Зря она это сделала. Теперь она не сможет вернуться. Нет, вот она. Тайная тропа. Они тебя не ранят. Они тебя ранят. Они тебя не ранят. Это опасно. Пощади. Я не из них. Не слышал. Я просто прячусь. Думаю, так я проживу дальше. Не слушай. Больше не позволю этим ублюдкам себя поймать. Никогда! А кто ты? Друт. Это ты? Старый дурак. Это все не лжец. За рассказы о северянах меня нарекли Друт. Лжец. Старый дурак. Ха-ха-ха-ха-ха. Но Друт не слова блуд. Вот здесь. Рада снова тебя видеть. Ты сдержал слово. Вести тебя в этой жизни и дальше. Я расскажу тебе истории о Хелле. Если смогу пойти с тобой. Расскажи свою историю вновь, старый друг. Я буду слушать. Врата в Хелле запечатаны рунами. Сосредоточь внутренний взор. И ты увидишь скрытое на самом виду. Смотрись, хорошо. Средоточься так. Я вижу одну. Удержи ее внутренним взором. И найди такую же, чтобы открыть врата. Это скрытое. Где же ты ее не сияешь? 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 Она спрятана коджа. Я принюю не найдешься. Я могу слать. Сиди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще один голос теперь с нами Однажды она попыталась заставить всех уйти И притвориться, что их нет Но какой в этом прок, если мы всегда рядом Так же бывает и с высотой Когда стоишь на краю, можно притворяться, что все хорошо Но ты знаешь, что смерть рядом Она только ждет, когда ты остуешься Хочешь, не хочешь, а это так Диканша Хелла, дочь Локи Боги страшились ее крови Плох род ее матери, а отца еще хуже Когда она была ребенком, всеотец низверг ее в Хельхейм И даровал власть над самоубийцами А также умершими от болезней, лишений и старости Во всех девяти мирах лишь Хелла может воскрешать мертвых Твоего Диллиона принесли в жертву Хели И договариваться тебе придется с ней Врата в Хельхейм отделяются живых от мертвых Неужели это лицо самой Хеллы? Полус гнившей богини, правящей Хельхеймом Какие бы ужасы не прятались за этой дверью Она должна найти Диллиона Здесь кто-то есть Дима 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 Ты его забрала Дима Умоляю Верни его Отдам все, что хочешь Я не буду протереться Идам все, что хочешь Убирайся! Ты убираешь нас! Давай! Убираешь нас! Убираешь нас! Они идут! Давай! Они идут! Она ранена. У нее кровь. У нее кровь. С тобой. С тобой. С тобой. Ты это сделана. В видении того, что случится. Бедная сена. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней. Она поползет вверх к ее голове, к вместилищу духа, пока, наконец, от нее ничего не останется. Нет, это закончится, это закончится. Это закончится. Это слишком. Все ее муки окажутся напрасными. Это лишь вопрос времени. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Ее этому Диллион научил. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она исполнит клятву. Любой ценой. Послушай, Сенуа. Богиня Хела укрывается за этими вратами. Но тебе их не открыть, пока не сразишь богов стражей. Владыку Пламени, Сурта и Властелина Иллюзий, Вальравна. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Врата Кхели. Где лед? К его душе. Они не откроются. Как она пройдет? Почему они не открываются? Почему она их не откроет? Ей нужно... Сперва нужно сразить двух богов. Два бога. Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы. Жестокого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что из холода возник лед, который растопили искры с юга. Сила тьмы вдохновена. Вальравна. Прародитель вещунов. Властелин воронов. Он загоняет жертв при помощи иллюзий и пирует на их останках. Иди по пути к Вальравну и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хельхейм не открыть. Без него врата в Хельхейм не открыть. Я не хочу, чтобы разить своих врагов. Найди его, Сянула. И пролей его кровь.